Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, первое, что сделал Ноах, выйдя из ковчега, это посадил виноградника. Мудрецы рассказывают, что речь идет о чуде. Ноах посадил виноград сразу по выходу из ковчега и в тот же день виноградник зацвел и дал плоды. Ноах собрал их и что, как говорится, делал вино. Магит издумно задает вопрос, как такое надприродное чудо могло привести к отрицательных моментам, описанных в Торе. То есть Ноах опьянил и так далее. Магит приводит следующую притчу. Жил был человек, у которого дома не было дохода. Побирался и было сложно. Иногда даже краюхи хлеба в доме не было. Бедняк пытался заниматься различными ремеслами, но ему не удалось, тяжело было. Тогда он отправился к местному очень праведному раввину и попросил у него благословения. Это был действительно цадик большой. И тот сказал, пусть Всевышний поможет тебе и достанет первое дело, которое ты сегодня займешься, твоей постоянной работой. Счастливый бедняк побежал домой, вытащил из кошелька завалявшиеся несколько мелких монет и решил так, сейчас буду пересчитывать. И раз этот раввин сказал, что первое дело, которым я займусь по возвращении, станет постоянной работой, у меня будет много монет всю жизнь, я буду их считать. На его беду его увидела жена и закричала, вместо того, чтобы сидеть дома, ты пошел бы, занялся чем-нибудь, все глупости. Он ответил, и начался скандал, ссора разрослась. Короче говоря, вся жизнь героя превратилась в одну продолжительную ссору. Такое было благословение, он так его использовал. Магид поясняет, что Всевышний благословил Нооха и его сыновей. Любое дело, которым он мог заняться по выходе из ковчега, стало бы крайне успешным. Однако вместо усилий, направленных на улучшение духовного мира, Ноох занялся чем? Материальным миром, и начал с посадки виноградником. А когда ты вначале занимаешься материальным, благословение сработало, дерево зацвело, плоды дали, вино получилось великолепное. Ну а дальше все отрицательные моменты, которые были в Торе. В нашей жизни есть очень немало ситуаций, когда Творец дает нам возможность реализовать заложенные в нас силы, потенциал. Надо помнить, что их использовать надо в положительной плоскости. Вообще, согласно... История с ковчегом очень интересна. Согласно многочисленным данным, остатки от ковчега Нооха сохранились до наших времен. Всевышний уберег их, чтобы на земле остались свидетельства о всемирном потопе. Это написали Ялкут Шимани. В исторической хронике Седера Дарот указано, что горы Арарата, о которых говорится в стихах Торы, представляют всего четыре вершины, расположенные двумя парами. И горный массив, на который опустился ковчег, назывался в древности Кадрон. А крупнейшие горы Кардения и Армения, это все было. Недалеко от них был расположен столичный город Армении. В течение... Ну, тот столичный город. В течение многих поколений люди использовали останки ковчега как самая великая слебная света. В Таламуде рассказывается, что царь великий, завоеватель Санхириев поколялся идолу. То есть, идолом его был одно из бремен, отломанного от ковчега. К нему привезли в свое время этот кусочек. Но, есть еще очень интересное. Сын первого министра Персии, Амана знаменитого, был наместником в стране Армении. И оттуда привез в царскую столицу Персии, в Шушан, вот в эти сузы знаменитые. Бревно от ковчега Ноха, достигающее в длину 25 метров. Так написано. А на этом столбе, посмотрите, как закручивается история. Аман и планировал повесить своего главного врага, еврейского мудреца Мардыхая. Впоследствии на нем, конечно, вздернули самого Амана. Что еще сказать? Вавилонский историк рассвидетелствовал, что часть корабля Ноха еще находится в Армении. У горы Кардения. Хочется еще два слова сказать, что очень часто, вот все это связано именно с ковчегом, со многими ситуациями, которые мы объясняли, человеку складывает ситуация как лучше. А он видит ее как хуже. Все надо видеть положительные стороны. Короткая история. Единственный уцелевший при кораблекрушении пассажир был выброшен на необитаемый остров. Из обломков корабля он соорудил себе укрытие, внес туда все, что могло, потому что море вынесло. Вознес благодарность Богу, сказал спасибо, у тебя хоть что-то прошло. Немного дней. Но, и хотя не проплывало ни одно судно, он обходил каждое утро остров, искал всякую еду и все. Но все-таки у него был домик такой. И вдруг разгорелся пожар, потому что, после молнии, пламя выжгло деревья вокруг, и сгорело все у него. И он вернулся, увидел пепелище, и начал страшно плакать, и Богу говорит, как ты мог такое сделать со мной, за что, совсем пал духом. Вдруг слышит непрерывный шум, видит, к острову корабль приближается. Его спасли, он говорит, как вы меня нашли? А мы увидели костер, который ты разложил. Понимаете? Легко отчаяться, когда не все идет так, как хочется. Но нельзя сдаваться. В нашем мире цель, причина, следствие, мы просто их не видим и не знаем. И даже когда реально тяжело и больно, надо отыскивать конец, который приведет к новому началу. Когда все сгорает, и только вот этот черный дым на острове поднимается к небу, возможно, он как раз попадает туда, откуда будет послано спасение. А если человек знает, что все происходящее с ним на пользу, легче жить и легче верить. Брахава от слаха, чтоб так оно и было.